Если вы позволите, мы перейдем, собственно говоря, к проблеме канцероассоциированного тромбоза. И в качестве вступления я хотел бы сказать, что всем известно, что наличие онкологического заболевания является очень известным фактором риска венозных тромбоэмболических осложнений. И высокий риск венозных тромбоэмболий, он сопутствует онкологическому процессу на всех стадиях лечения и обследования. И по различным данным около 10% с установленным диагнозом онкологического заболевания сталкиваются с венозными тромбоэмболиями в процессе лечения. И среди пациентов госпитализированных, которые получают хирургическое лечение, общий риск венозных тромбоэмболий составляет около 2%. И надо отметить, что треть всех случаев осложнений после хирургического лечения проходила уже после выписки. И 30-дневная смертность среди таких пациентов была в 6 раз выше, чем среди пациентов, у которых осложнений венозных тромбоэмболических зарегистрированного не было. И также следует сказать, что четких данных по встречаемости венозных тромбоэмболических осложнений у амбулаторных пациентов нет. Эти данные сильно варьируют и зависят от исследования, но безусловным фактом является то, что большинство онкологических пациентов является амбулаторными пациентами. И, конечно, среди амбулаторных пациентов количество таких осложнений существенно больше. И если суммировать, общий риск данного вида осложнений оценивается от 2 до 15%. И наиболее часто венозные тромбоэмболии случались в первый год после постановки диагноза злокачественного новообразования. И что же относится к венозным тромбоэмболическим осложнениям? Это тромбоз поверхностных вен, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия лёгочных артерий. Актуальность данной проблемы, её невозможно переоценить. Развитие тромбоэмболии лёгочной артерии на фоне тромбоза глубоких вен представляет непосредственную угрозу для жизни пациента. И известно, что в течение месяца после выявления тромбоза глубоких вен от тромбоэмболии лёгочных артерий умирают около 6% пациентов. Среди же выживших пациентов может развиться такое заболевание, как хроническая постэмболическая лёгочная гипертензия, которая также приводит в течение последующих 5 лет к смерти 10-15% пациентов. И также актуальным является тот факт, что развитие венозных тромбоэмболических осложнений является частой причиной прерывания противоопухолевой терапии. И в своём докладе Игорь Евгеньевич подробно расскажет про этот очень важный аспект. И на данном слайде видно, что у пациентов, у которых встречается комбинация тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии лёгочных артерий и установлено злокачественное новообразование, смертность гораздо выше, чем у пациентов, у которых имеется только тромбоз или отсутствует онкологическое заболевание. Это подтверждает те тезисы, которые я осветил ранее. И почему подобное развитие событий характерно для онкологического заболевания? На данном слайде видно, что нормальный гемостаз и поддержание крови в жидком состоянии возможны при определённом балансе между факторами, способствующими тромбозу, и факторами, которые способствуют кровотечению. И при онкологическом заболевании этот баланс нарушается в пользу пракогулянтных факторов. И всем известен врач Арман Труссо, который в 1865 году отметил, что тромбофлебит с символизацией может сопровождать некоторые виды рака. И основой синдрома Труссо является триада Верхова, которая включает в себя три основных фактора. Это гиперкоагуляция, замедление кровотока и повреждение сосудистой стенки. И существуют определённые факторы риска развития венозных тромбоэмболических осложнений. Их условно можно разделить на три больших группы. Это факторы, которые связаны с опухолью, факторы, которые связаны с пациентом и факторы, связанные с лечением. Факторы риска, которые связаны с опухолью, зависят от гистологического типа, стадии опухолевого процесса и гиперкоагуляции, которые развиваются на фоне развития опухолевого процесса. И на данном слайде видно, что наибольшая частота венозных тромбоэмболических осложнений была отмечена у пациентов с опухолем яичников, головного мозга, поджелудочной железы или лимфомах. Кроме того, у пациентов, которые, среди амбулаторных пациентов, которые получали противопухолевую терапию, наибольшее количество венозных тромбоэмболических осложнений наблюдалось у пациентов с опухолями поджелудочной железы, желудка, лёгкого яичников и толстой кишки. Факторы риска, которые связаны с анатомической локализацией опухоли. Опухоль может вызывать компрессию или напрямую инвазировать в крупные сосуды. Таким образом, повышается риск венозных тромбоэмболических осложнений. Факторы риска, которые связаны с пациентом, к ним относятся возраст, трасса, ожирение. Если у пациентов в анамнезе уже были перенесённые венозные тромбоэмболии, это анемия, тромбоцитоз и сопутствующие различные заболевания или состояния, которые можно отнести как сахарный диабет, хроническую почечную недостаточность. Всё это вносит свою лепту в развитие венозных тромбоэмболических осложнений. Факторы риска, которые связаны с противоопухолевым лечением. Безусловно, основное значение имеет сам факт госпитализации. У госпитализированных пациентов риск тромбоэмболии гораздо выше, чем у амбулаторных пациентов. Это факт полостной операции, особенно если они проводятся на брюшной полости или в малом тазу. Некоторые противоопухолевые препараты, они также обладают определённым тромбогенным потенциалом. И, безусловно, это применение эритропоэтинов, гемотрансфузий и наличие центральных венозных катетеров. И перейдём к профилактике венозных тромбоэмболических осложнений. И, прежде чем рассказать более подробно о профилактике, я хотел бы на данном слайде рассказать про общие основные правила, которые касаются профилактики. Которые гласят, что оценку риска и профилактику венозных тромбоэмболических осложнений необходимо проводить всем пациентам. Необходимо сопоставить факторы риска с проводивым медицинским вмешательством. Обязательный учёт геморрагических осложнений риска, геморрагических осложнений. И для того, чтобы оценить, стратифицировать пациента по группам риска, целесообразно использовать специальные шкалы. И на данном слайде представлены шкалы, которые можно использовать в рутинной клинической практике. При хирургическом лечении целесообразно использовать шкалу каприни. Если пациент получает противоопухолевое лекарственное лечение, в амбулаторных условиях используется всем известная шкала Харана. А если пациент получает противоопухолевую лекарственную терапию в стационарных условиях, то можно использовать шкалу ПАДУА. Если пациент получает лучевую терапию в стационарных условиях, то также возможно применение шкалы ПАДУА. И перейдём к профилактике при хирургическом лечении. Как мы уже говорили, она показана всем пациентам, которым показано хирургическое лечение. Характер профилактических мер должен определяться индивидуально в соответствии со степенью риска. И немаловажным фактором является то, что для выявления бессимптомного тромбоза пациентам до начала хирургического лечения и максимально приближенно к началу хирургического лечения необходимо выполнять ультразвуковое исследование вен нижних конечностей для выявления бессимптомного тромбоза. И также профилактика должна начинаться до операции или непосредственно сразу после её окончания. Продолжительность профилактики, она варьирует и может длиться от одной недели до четырёх недель в зависимости от объёма оперативного вмешательства и суммарного риска венозных тромбоэмболических осложнений у конкретного пациента. И здесь представлена шкала Каприня. Вы видите, что все факторы риска, они имеют различный удельный вес. Факторы низкого риска, умеренного, высокого и очень высокого риска. Все эти факторы необходимо учитывать. И также необходимо учитывать риск по виду оперативного лечения. Здесь также имеется четыре группы. Это оперативное вмешательство очень низкого риска, к которым относятся все малые хирургические операции, выполняемые в режиме одного дня. Операции низкого риска, к ним относятся не онкологические операции на позвоночнике, а операции умеренного риска, к которым относятся кардиохирургические вмешательства, операции на позвоночнике, гинекология, кардиохирургия. И факторы и операции высокого риска, к которым относятся бариатрическая хирургия, практически все гинекологические, онкологические операции, пневмоноктомии, операции на головном мозге и оперативное вмешательство при тяжелых травмах. И в зависимости от суммы баллов набранных и объема проводимого хирургического лечения пациентов, стратифицируют на группы очень низкого риска, низкого риска, умеренного и высокого. И здесь стоит сказать, что для того, чтобы производить расчет риска, целесообразно использовать различные веб-калькуляторы, которые широко доступны. Но я знаю, что, конечно, во многих лечебных учреждениях такие калькуляторы, они интегрированы в медицинскую информационную систему, и все это происходит автоматически при введении электронной истории болезни. И какие меры профилактические используются в хирургии? Бессловно, это ранняя активизация пациента и адекватная гидротация. И различные механические способы профилактики, которые также показаны всем пациентам при отсутствии противопоказаний. И на основании расчета по шкале Каприни пациентам умеренного и высокого риска рекомендована медикаментозная антикоагулянтная профилактика. И если мы говорим о механических методах профилактики, здесь стоит сказать, что возможно использование компрессионного трикотажа или переменной пневматической компрессии. Здесь стоит сказать, что в действующих отечественных клинических рекомендациях по венозным тромболическим осложнениям у онкологических пациентов версии 2021 года есть опция использования компрессионного трикотажа, но в современных зарубежных клинических рекомендациях, в частностях в НССН 2021 года, такого метода профилактики нет. И там указана только переменная пневматическая компрессия. И поэтому, соответственно, конечно, не везде используется такой метод профилактики, как компрессионный трикотаж. И на данном слайде вы видите режимы лекарственной профилактики при умеренном риске. Здесь возможное использование нефракционированного гепарина, когда до оперативного вмешательства за 2-4 часа подкожно вводится 2500 международных единиц, дальше после оперативного вмешательства 2500 международных единиц, и далее по 5000 2-3 раза в сутки. Также возможны использования дальтепарина, надропарина, иноксепарина и фондопаринукса. Также вводится он до оперативного лечения и дальше после оперативного лечения и однократно или однократно в сутки. Если пациент высокого риска, соответственно, доза нефракционированного гепарина увеличивается, остальные препараты также используются в различных дозировках, которые представлены на слайде. И какие же существуют противопоказания для профилактики? Если мы говорим о механической профилактике, то, безусловно, это острый тромбоз глубоких вен, выраженная артериальная недостаточность, если у пациента присутствуют большие гематомы, кожные язвы, раны, умеренная артериальная недостаточность, всё это учитывается индивидуально. И противопоказанием для лекарственной профилактики является активное кровотечение, наличие глубокой тромбоцитопении с количеством тромбоцитов менее 50, геморрагические тромбопатии, если у пациента используется нейроксиальная анестезия, и если у пациента имеются тяжёлые сопутствующие заболевания или критическое состояние, тогда подходы к антикоагулянтной терапии и профилактике, они отличаются. Мы про них не будем говорить. И перейдём к профилактике при проведении химиотерапии. И здесь есть несколько постулатов. В отличие от хирургического лечения, рутинное профилактическое использование антикоагулянтов не показано. Также фактор риска учитывается индивидуально. Как мы говорили, если пациент проходит лечение в стационарных условиях, целесообразно использовать шкалу ПАДУА. Если химиотерапия проводится амбулаторно, то используется шкала ХАРАНА. Шкала ПАДУА. Здесь есть несколько факторов. Это наличие активного опухолевого процесса, наличие венозных тромбоэмболей в анамнезе, гиперкоагуляция, необходимость соблюдения постельного режима, возраст старше 70 лет, продолжение приёма гормональной заместительной терапии или пероральных контрацептивов и ожирения. Если пациент суммарно набирает 4 или более балла, то ситуация расценивается как опасная с точки зрения развития венозных тромбоэмболических осложнений. Такому пациенту показана медикаментозная профилактика. Если пациент проходит лечение в амбулаторных условиях, то здесь учитывается тип опухоли. Опухоли желудка, поджелудочной железы головного мозга относится к наиболее тромбогенным рак лёгких половых органов, мочевого пузыря, почек и лимфомы, менее тромбогенные, эти пациенты получают 1 балл. Если у пациента имеется тромбоцитоз, лейкоцитоз или анемия, или факт использования эритропоэтина, а также избыточная масса тела. И пациенты, которые имеют 2 и более балла, они попадают в категорию пациентов, в котором показана медикаментозная профилактика. И таким образом, как мы уже говорили, лекарственная медикаментозная профилактика показана пациентам, у которых суммарно 2 и более балла по шкале Харана или 4 или более балла по шкале ПАДУА. И перейдем к, собственно говоря, к освещению конкретных групп лекарственных препаратов, которые используются для медикаментозной профилактики. И с практической точки зрения наиболее удобными являются прямые пероральные антикоагулянты. Здесь возможно использование апексабана по 2,5 мг 2 раза в сутки до 6 месяцев или ревароксабана в дозе 10 мг 1 раз в сутки также до 6 месяцев. Если мы говорим о первичной профилактике апексабаном, то существует исследование АВЕРТ, которое было закончено в 2019 году, и где 574 пациента были рандомизированы на 2 группы, суммарно онкологические, соответственно, пациенты. У них суммарно было 2 или 2 и более балла по шкале Харана. И 291 пациент получал апексабан в дозировке 2,5 мг 2 раза в сутки. И 283 пациента получали плацебо в течение 6 месяцев. И по течение 6 месяцев венозные тромболические осложнения были отмечены у примерно 4% пациентов, получавших апексабан, и около 10% пациентов, которые получали плацебо, что было статистически значимо. Если говорить о больших кровотечениях, то в группе пациентов, которые получали апексабан, это произошло у 3,5 пациентов, а в группе пациентов, которые получали плацебо, это было около 2%. И также существует исследование по первичной профилактике Кассини. Вот оно говорит о первичной профилактике ревороксабаном. Здесь также дизайн был примерно схож. 420 пациентов со шкалой, суммой баллов по шкале Харана 2 и более получали ревороксабан 10 мг 1 раз в сутки 6 месяцев. И 421 пациент получали плацебо. Ну, здесь стоит сказать, что у таких пациентов амбулаторных лечения ревороксабаном не привело к значительному снижению частоты венозных тромболических осложнений или смерти от венозных тромбоэмболий в течение 6-месячного периода. И также с практической точки зрения, как я уже сказал, наиболее удобно использовать пероральные антикоагулянты. Но если такой возможности нет, то также имеется возможность профилактики при помощи гепаринов и фондопаринукса. В таких случаях нефракционированный гепарин вводится по 5000 международных единиц подкожно 2-3 раза в сутки. Дальтепарин по 5000 международных единиц 1 раз в сутки. Надропарин в зависимости от массы тела вводится в дозировке 3800 единиц или 5700 единиц в зависимости от массы тела. Эноксапарин по 40 мг 1 раз в сутки. Или фондопаринукс по 2,5 мг 1 раз в сутки. И интегрально алгоритм профилактики при проведении противоопухолевой лекарственной терапии может выглядеть следующим образом. То есть любому пациенту проводится оценка рисков. Если у пациента высокий риск, как мы уже говорили, 2 и более балла по шкале Харана, если пациент получает противоопухолевое лечение в амбулаторных условиях, также оценивается риск кровотечения, лекарственных взаимодействий. Если у пациента низкий риск или высокий риск кровотечения, то к такому пациенту не проводится лекарственная профилактика, пациент наблюдается. А если у пациента высокий риск, отсутствует риск кровотечения, значимых лекарственных взаимодействий, то к такому пациенту возможно значение ревороксабана либо апексабана до 6 месяцев для профилактики. И, соответственно, после окончания противопухолиотерапии проводится пересмотр и принимается решение о продолжении либо отмене медикаментозной антикоагулянтной профилактики. Лучевая терапия. Здесь стоит сказать, что каких-то больших значимых клинических исследований по профилактике венозных тромбоэмболий нет. И подходы к профилактике недостаточно изучены. И здесь, конечно, вопрос решается индивидуально в зависимости от риска геморрагических осложнений, наличия различных факторов, которые способствуют тромбозу. И если всё-таки принимается решение о медикаментозной профилактике, то здесь могут использоваться такие же подходы, как при проведении противопухолиотерапии возможно использование шкалы ПАДУА для госпитализированных пациентов. И перейдём к разделу диагностики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений. И здесь, я думаю, что целесообразно нам немножечко окунуться в анатомию. Если мы говорим о нижней конечности, то к поверхностным венам нижней конечности относятся подошвенная венозная сеть, тыльная венозная дуга стопы, тыльные плюсневые вены, большая подкожная вена и малая подкожная вена. К глубоким венам относятся пальцевые вены, подошвенные вены, тыльные плюсневые вены, задние большеберцовые, подколенные и бедренные вены. Если мы говорим о верхней конечности, то основных поверхностных вен три. Это медиальная подкожная вена руки или вена базилика, и латеральная подкожная вена руки венцефалика, и срединная локтевая вена. Если мы говорим о глубоких венах, это пальцевые, ладонные вены, ладонные дуги, локтевые, лучевые вены, плечевые и подмышечная вена. Это важно, чтобы затем нам понимать различные подходы к диагностике и лечению. И если мы говорим о тромбозе поверхностных вен, то при развитии тромбоза поверхностных вен нижних конечностей, такой тромбоз, он развивается чаще, если имеется существующая патология вен нижних конечностей, варикозная болезнь. И в основе диагностики тромбоза лежит, конечно, характерная клиническая картина. Это боль по ходу тромбированных вен, полоса гиперемии в проекции поражённой вены, при пальпации наблюдается плотный болезненный шнуровидный тяж, происходит местное повышение температуры и гиперэстезия кожных покровов. Если мы говорим о инструментальной диагностике, то, конечно, основной метод – это ультразвуковое исследование. И большинство пациентов с тромбозом поверхностных вен могут получать лечение в амбулаторных условиях. И если всё-таки процесс патологически расположен на бедре или локализации верхней третьей голени при поражении малой подкожной вены, то, безусловно, надо задуматься о госпитализации такого пациента. И терапия антикоагулянтами назначается в течение 6 недель. Если тромб пациента больше 5 см в длину, тромб распространяется выше колена. И терапия антикоагулянтами назначается в течение 12 и более недель. Если тромб в пределах, расположен в пределах 3 см от подкожно-бедренного соединения, возможно назначение ривороксабана и фондопоринуксов профилактических дозов, что является равноэффективным по сравнению с лечебными дозами. При тромбозе на фоне варикозной болезни наиболее целесообразна более активная хирургическая тактика. И, конечно, хирургическое лечение, оно не исключает адекватную лекарственную терапию. И если мы говорим о постинъекционном тромбозе, то клиническая картина примерно соответствует таковой при тромбозе поверхностных вен. Однако, в отличие от тромбоза вен нижних конечностей, где основой является всё-таки варикозная болезнь, здесь впусковой механизм является повреждение после инъекции. И здесь, конечно, клиническая картина, она очевидна, и какие-то специальные методы диагностики, они не требуются. И в большинстве своём случаи постинъекционного тромбоза ограничивается симптоматическая терапия, это тёплый компрессон, стероидные противовоспалительные средства. А вот при прогрессировании на фоне симптоматической терапии уже возможно назначение антикоагулянтов. И также антикоагулянты могут быть назначены в первой линии, если постинъекционный тромбоз располагается менее чем в 3 сантиметрах от подмышечной вены. И перейдём к наиболее значимой патологии, это тромбоз глубоких вен. И здесь важно понимать клиническую картину этого заболевания. Если патологический процесс располагается в системе нижней полой вены, то могут быть следующие клинические проявления. Это отёк всей конечности, либо её части. Здесь, как правило, существенную роль имеет несимметричность отёка. То есть, как правило, при тромбозе одна нога в размерах больше, чем другая. Бессловно, цианоз кожных покровов, селение рисунка подкожных вен. Это, безусловно, боль в области поражённой конечности. Боль по ходу сосудистонервного пучка. Если патологический процесс локализуется в системе верхней полой вены, то здесь возможно развитие отёка верхней конечности, отёка лица и шеи. И отёк, он носит, как правило, односторонний характер. Также возможно развитие цианозы, усиление рисунка подкожных вен. И, соответственно, развивается распирающая боль верхней конечности. И очень существенную роль может оказать так называемый индекс Велса, который оценивает вероятность тромбоза глубоких вен по клиническим признакам. И мы видим, что здесь есть несколько категорий симптомов суммарно, которые могут соответствовать вероятности тромбоза. Соответственно, если 1-2 балла, это средняя вероятность, около 17%. А если у пациента 3 или более балла, то вероятность тромбоза глубоких вен, нижней конечности, она оценивается как высокая. И это можно использовать для постановки диагноза до выполнения ультразвукового исследования. И также с целью диагностики тромбоза глубоких вен возможно использование уровня додимера. Однако здесь не следует забывать, что додимер, он не подходит для скрининга у пациентов без клинических проявлений тромбоза глубоких вен. У многих онкологических пациентов додимер повышен. Это не является каким-то показанием для назначения антикоагулянтной терапии и так далее. И также додимер не надо использовать у пациента, у которого есть явные признаки тромбоза глубоких вен. Додимер, он используется у пациентов, у которых есть подозрения на тромбоз глубоких вен, но нет возможности в ближайшее время выполнить инструментальное ультразвуковое исследование для того, чтобы подтвердить диагноз. И, как мы уже говорили, что основой инструментальной диагностики является ультразвуковое исследование вен. При распространении тромбоза на илиоковальный сегмент показано выполнение ретроградной илиоковографии или компьютерной томографии. И с точки зрения дальнейшего прогноза очень важно понимание того, какие тромбы существуют. Они бывают трёх видов. Это флотирующий, экклюзивный и пристеночный тромб. И наиболее опасным является флотирующий тромб. И когда флотирующая часть тромбы может оторваться с образованием эмбола и с последующим развитием тромбоэмболии лёгочной артерии. И к основным принципам лечения тромбоза глубоких вен относится то, что всем пациентам при отсутствии противопоказаний показана антикоагулянтная терапия сроком не менее трёх месяцев. Всем больным при отсутствии противопоказаний показана эластичная компрессия. У пациентов с наличием дополнительных факторов риска тромбоэмболии лёгочной артерии может быть принято решение о выполнении тромболизиса или тромбоктомии. А при локализации тромба в проксимальных отделах нижних конечностей или при наличии противопоказаний для назначения антикоагулянтов может быть рассмотрена возможность имплантации кавофильтра. Тромбоэмболии лёгочной артерии, как мы уже говорили, источником тромбоэмболии лёгочной артерии являются тромбы, которые локализуются в глубоких венах нижних конечностей, тазовых, почечных и в других венах системы нижней полой вены. И в целом клинические проявления тромбоэмболии они не специфичны и чаще всего развивается одышка, боль в груди, тахикардия, тахипноя, гипоксия, различные нарушения сознания. И здесь надо сказать, что массивная тромбоэмболия может сопровождаться шоком, артериальной гипотензией и признаками дисфункции правого желудочка. И клинические проявления, они зависят от массивности тромбоэмболии лёгочной артерии. При массивной тромбоэмболии, когда вовлекается лёгочный ствол главной лёгочной артерии, возникает стойкая артериальная гипотензия, шок, возможно развитие дисфункции правого желудочка, субмассивные поражения, при них могут отсутствовать какие-то гемодинамические нарушения. Ну а тромбоэмболии мелких ветвей, чаще всего, которые являются случайной находкой при компьютерной томографии, могут протекать вовсе бессимптомно. И очень важную роль при постановке клинического диагноза тромбоэмболии лёгочной артерии может оказать два индекса. Это модифицированный индекс Женева или индекс Велса. Он также может помочь в вероятности, в постановке диагноза тромбоэмболии лёгочной артерии, индекс Женева, индекс Велса. И определенная комбинация факторов, она распределяет пациентов по вероятности. Это низкая, средняя и высокая. Если у пациента 7 более баллов, то такой пациент относится к категории высокого риска. У этого пациента наиболее вероятно развитие тромбоэмболии лёгочной артерии. И если мы говорим о методах диагностики тромбоэмболии лёгочной артерии, то наиболее часто используется компьютерная томография с контрастированием. Если данные методы недоступны, возможно использование ангиопульмонографии, сцентиграфии. Как мы уже говорили, дедимер, он не используется для клинической диагностики. Однако, вместе с другими факторами, такие как натрииуретический пептид, НТ, проби-НП, тропонины, может являться косвенными маркерами неблагоприятного течения тромбоэмболии лёгочной артерии. Также используется эхокардиография, которая нужна для стратификации риска неблагоприятного исхода у таких пациентов. И обязательно выполнение ультразвукового исследования вен нижних конечностей для выявления возможного источника эмболии. И основными принципами лечения тромбоэмболии лёгочной артерии является то, что всем пациентам только при подозрении на тромбоэмболию лёгочных артерий показано назначение лечебных доз антикоагулянтов. Здесь надо сказать, что терапию надо начинать незамедлительно, ожидая результаты диагностических исследований. И, соответственно, если нет противопоказаний. И далее на этапе диагностики пациента необходимо распределить по группам риска смерти. И для такой оценки риска целесообразно использовать две шкалы. Это оригинальная шкала Песи или упрощённая шкала Песи, где также учитывается ряд факторов. И пациенты распределяются по уровню риска неблагоприятного исхода в течение 30 дней. И от этого зависит тактика ведения пациентов. Если у пациента высокий риск или промежуточный риск, то пациента необходимо срочно госпитализировать. Такому пациенту показана антикоагулянтная терапия. Если требует клиническая ситуация, то и различные варианты реперфузионной терапии. А если у пациента низкий риск, то необходимо выполнить эхокардиографию. И пациент по результатам эхокардиографии, если нет признаков дисфункции правого желудочка, нет гемодинамических нарушений, то такого пациента, безусловно, можно лечить амбулаторно. И выбор оптимальной тактики лечения, как мы уже говорили, он зависит от отсутствия факторов высокого риска. И пациентам с факторами высокого риска показана госпитализация. И при неэффективности антикоагулянтной терапии дополнительно к ней может использоваться реперфузионное лечение. Это тромболизис или эмболоктомия. Для тромболизиса также возможно применение различных тромболитиков, альтеплазы, ретеплазы. Хирургические методы, мы уже говорили, это тромбоктомия, эмболоктомия. И возможно рассмотрение вопроса о имплантации ковофильтра, если при ультразвуковом исследовании выявлен тромбоз глубоких вен. И более подробно поговорим, собственно говоря, об антикоагулянтной терапии венозных тромбоэмболий. Мы уже говорили, что она является основой лечения тромбозов и показана всем пациентам при отсутствии противопоказаний. И все антикоагулянты разделяются на прямые и непрямые. Непрямые к ним относятся антагонисты витамина К, варфарин. Прямые к ним относятся добегатран, который является прямым ингибитором тромбина. Это ингибиторы 10-го и 2-го активированного фактора. К ним относятся нефракционированный гепарин, низкомолекулярные гепарины. И, собственно говоря, ингибиторы 10-го активированного фактора. Это прямые пероральные антикоагулянты реворексабана, пиксабан и фондопоринукс. И каким образом действуют ингибиторы тромбина добегатран? Они воздействуют непосредственно на тромбин, который превращает фибриноген в фибрин. Если мы говорим об ингибировании 10-го А-фактора, который является центральным звеном каскада коагуляции и центральным звеном формирования протромбиназного комплекса, который превращает протромбин в активный тромбин, то непосредственно на 10-й А-фактор воздействует апексабан, реворексабан, а нефракционированный гепарин низкомолекулярный гепарин или фондопоринукс, опосредованного через антитромбин-3, воздействует также на 10-й А-фактор. Варфарин, почему он называется непрямым, потому что он воздействует на К-зависимые факторы коагуляции, и опосредованно через ингибирование их синтеза происходит антикоагулянтный эффект. И если мы говорим о антикоагулянтной терапии, то здесь возможно использование нефракционированного гепарина, надропарина, дальтепарина, эноксепарина и фондопоринукса. Все дозировки, режимы применения, они представлены на данном слайде. Если мы говорим об варфарине, то переход на прием варфарина, он возможен после начальной терапии нефракционированным гепарином, низкомолекулярными гепаринами или фондопоринукса. Здесь происходит постепенное тетрование дозы варфарина до достижения терапевтического диапазона МНО от 2 до 3. И если мы говорим о прямых пероральных антикоагулянтах, то здесь в острой фазе возможно использование апексабана в дозировке 10 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней после возможной использования добегатрана, только после начальной терапии низкомолекулярными гепаринами в течение 10 дней ривароксабана в дозировке 15 мг 2 раза в сутки в течение 3 недель. И в дальнейшем после острого периода используется терапия, если мы говорим про апексабан, это 5 мг 2 раза в сутки в течение 3-6 месяцев, добегатран 150 мг 2 раза в сутки или ривароксабан в дозе 20 мг 1 раз в сутки. И кратко рассмотрим вопросы, которые касаются современных исследований, которые посвящены использованию антикоагулянтов при канцеросоциированных тромбозах. И наиболее ранним является исследование КЛОД, где сравнивался варфарин с дольтепарином, и здесь было убедительно доказано, что применение дольтепарина, оно снижает риск рецидива венозных тромбоэмболических осложнений, и при этом не наблюдается какого-то увеличения жизнеугрожающих всех кровотечений при очень хорошей эффективности. Следующее исследование – это исследование АДАМ, где происходило сравнение дольтепарина с апексабаном. Здесь было 287 пациентов, они получали терапию апексабаном или дольтепарином в течение 6 месяцев, и здесь достаточно убедительно было показано, что апексабан достаточно эффективен, что количество больших кровотечений или небольших клинически значимых кровотечений не увеличивается при применении апексабана. Если мы говорим о сравнении различных операльных антикоагулянтов, то такие сравнения не производились. Единственное, что можно сказать, что исследование, которое касалось использования ревороксабана в сравнении с дольтепарином, здесь также в сравнении с дольтепарином ревороксабан показал большую эффективность, количество рецидивов венозных тромбоэмболий было гораздо меньше, но данные, которые касались кровотечений, были не такими радужными. И недавно закончилось большое хорошее исследование, которое касалось использования дольтепарина в сравнении с апексабаном. Было около 1200 пациентов, и здесь исследовался апексабан и дольтепарин, и было доказано, что апексабан не уступал дольтепарину в предотвращении повторной венозной тромбоэмболии в течение 6 месяцев именно у пациентов онкологического профиля, и применение апексабана не было связано с более высоким риском серьёзных кровотечений, чем у дольтепарина. Даже был проведён субанализ, и даже у пациентов с наличием опухолей желудочно-кишечного тракта также не наблюдалось увеличение количества значимых кровотечений. И все эти данные, они были отражены в действующих клинических рекомендациях, это рекомендации Русска. И более свежие данные, которые касались исследования Караваджо, они были отражены в последней версии рекомендации CCN, где было написано, что апексабан может быть даже безопаснее ревороксабана у пациентов с поражением желудка или пищевода. Также в рекомендациях ЧЕСТ последней модификации также было указано, что апексабан или низкомолекулярные гепарины могут быть предпочтительные опции у пациентов с раком желудочно-кишечного тракта. И интегрально возможные схемы и режимы антикоагулянтной терапии представлены на данном слайде. То есть при начальном лечении в остром периоде до 7 дней и затем до 3 месяцев возможно использование как гепаринов, так и фондопаринукса, возможно начальное использование гепаринов, фондопаринукса и затем переход на операльный приём добегатрана или переход на приём варфарина. И, как мы уже говорили, эти исследования, мы про них говорили, что наиболее удобным, предпочтительным для пациентов, которые проходят лечение в амбулаторных условиях является, безусловно, применение пероральных антикоагулянтов. И в нашей стране зарегистрированы апексабан или ревороксабан, и эти препараты в эффективности не уступают низкомолекулярным гепаринам. И благодарю за внимание.